Начал он свою историю с названия «Историк-марксист». То есть в 1926 году был основан этот журнал, и он издавался по конец 30-х годов. Соответственно, в 1931 году стал выходить журнал «Борьба классов». Соответственно, тоже исторической тематики, но он больше такого научно-популярного жанра. Если это все-таки больше именно исторически, с чисто научной точки зрения, это научно-популярный. В 1937 году «Борьба классов» переименовалась в исторический журнал. И, соответственно, исторический журнал выходил вместе с историком-марксистом до 40-х годов. Затем, соответственно, произошло их объединение, и с 1945 года они выходят под названием «Журнал «Вопросы истории». Более 1100 выпусков журнала «Вопросы истории» хранятся в Самарской областной библиотеке. В хранилище поддерживаются определенные условия – температура, влажность, уровень света. Все выпуски за 94 года занимают около 10 стеллажей, но теперь они все помещаются в один компьютер, ноутбук или даже мобильный телефон. Самарская областная библиотека предоставляет бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных разных источников. Чтобы воспользоваться им, нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Личный аккаунт сохранится и после окончания карантина. В базах данных есть и современная, и научно-учебная литература, и периодические издания разных государств. Чтобы не потеряться в этом изобилии, помощь готова предложить консультанты, которые доступны онлайн в часы работы библиотеки. Если вам нужно будет подобрать список литературы необходимых, или подобрать полнотекстовые документы по вашему запросу, библиотека начинает сейчас в этой ситуации реализовывать сервисы предоставления удаленной отправки по электронной почте необходимых вам материалов. Оцифрованные материалы фонда в библиотеке доступны даже без предварительной регистрации. Среди них краеведческие документы, особо ценные и редкие издания, а также коллекции периодики, выходившие в регионе в разные годы и даже столетия. То, что занимает целые залы в хранилище, оцифровать помогает специальная машина, которая бережно и качественно сканирует страницы. Но все равно оцифровка фонда – очень сложная работа. Это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Мы в месяц оцифровываем, ну, я не буду говорить в книгах, потому что книги бывают 10 страниц, бывают и тысячи страниц, а в месяц у нас порядка 2000 страниц. То есть мы в год оцифровываем, размещаем максимум 400 книг. Это кропотливый и трудоемкий процесс, который задействованы многие отделы. И хотя для гостей библиотека с 18 марта закрыта, во время карантина учреждение продолжает свою работу. Сотрудники готовы обслуживать посетителей по телефону, выдавать по запросам справки и консультировать. Налажена и работа на сайте и в социальных сетях. Кроме того, библиотека будет проводить онлайн-трансляции, лекции и творческих встреч. Андрей Григуленко, Максим Гусев. События.